За околицей села Казанцево, где широкий трак круто поворачивает вправо, стояла пожилая женщина. На ней была дубленая шуба, пуховая шаль, черные валенки с галошами. В одной руке держала сверток, туго перевязанный сатиновым платком, а другой сжимала дубовый, почерневший от времени, батажок. Солнце скрылось за горизонтом. Золотистая степь, что тянется сразу за селом, потускнела. Женщина поправила шаль, глубоко вдохнула. В это время на тракт выскочил грузовик. Женщина помахала батажком. Грузовик остановился. Из кузова проворно вылез коренастый чернобровый мужчина средних лет. Одет он был в драповое черное пальто с каракулевым воротником, кожаную шапку. — Куда на ночь глядя? — спросил он. — В город с внучку навестить. Садитесь в кабину, а приятеля заберу в кузов. Там не продохнуть, на воздухе-то лучше. — Ну, тогда полезли, давайте помогу. В кузове лежал какой-то груз, прикрытый брезентом. Возле кабины под тулупом охапка сена. Заднее окошко кабина было разбито. Женщина села к окошку спиной, мужчина боком. — Трогай, — сказал чернобровый шоферу. — А что, сосед спит? Вроде бы. Старый грузовик покатил по широкому тракту. — Чьи будете? — Ботова я, Варвара Семеновна. А ты чей? — Иванов. — В городе работаешь? — В городе. — В райкоме чай. — Угадали. Видно, знаете меня? — Знать не знаю, но где-то довелось встречаться. Несколько минут ехали молча. Иванов что-то мурлыкал под нос, а Ботова искоса поглядывала на попутчика. Женщина она была, слово, охотливая и любознательная. Но разговор начал Иванов. — Давно в Казанцеве живете? — Там родилась, там и помирать буду. — Ну, как жизнь в колхозе? — Как председатель? Знаете его? — Как не знать, поди голова всей артели. Ну? — Варвара Семеновна ответила не сразу. Пристально взглянула на круглые, чисто выбритые щеки, на черные лохматые брови Иванова и как-то неопределенно ответила. — Кто его знает? — В кабине раздался глухой кашель. Иванов что-то буркнул в окошечко и, обращаясь к Ботовой, громко сказал. — Видно, плохой председатель, если сказать о нем нечего. — Могу рассказать, — недовольно проговорила Варвара Семеновна. — Да ни к чему. Поди начальство в районе и без меня знает. Не раз его вызывали. — Вызывать-то вызывали, да неплохо и вас послушать. Женщины народ дотошны. Все знают, все видят. — Хитер, — подумала Ботова. Но польщенная стала рассказывать. Городской он. В больших начальниках ходил. Все было. Квартира хорошая, дача с фруктовым садом, автомобиль, что не есть новейший. А вот не пожалел, все бросил и добровольно приехал в деревню. Поселился Прохор Иванович у одинокой бабки-кузнечихи. А вскоре жену и двух детишек привез. Жена Валентина Петровна чистая красавица, образованная. На другой день вышла на крыльцо и долго-долго смотрела в сторону города, а у самой слезы по щеке. Видно, сердце тоской сдавило. Да ничего, скоро обжились. Без дела сидеть не стала. Учительница она. И вот однажды кузнечиха выслушала, как Валентина Петровна сказала мужу, «Ежели ты, проша партийный человек, не выведешь отсталое хозяйство на твердую дорогу, грош тебе цена». Ей-богу так и сказала. А он смеется. Странный у него характер. На что мой Наумыч сразу определяет людей и то всегда говорит. Наш председатель сплошная загадка. В кабине снова раздался глухой продолжительный кашель. Шофер-вихрастый парень сквозь смех проговорил, «Как в сказке едят тебя мухи». «Сплошная загадка?» – переспросил Иванов, перебирая пальцами лохматые брови. «Ну да», – ответила Ботова. В позапрошлом году страшная засуха была. Понятно, колхозники приуныли. А он приедет в бригаду, и все, шутки да прибаутки. А вот в прошлом году урожай богатый вырастили. Все веселятся, а председатель серьезный ходит, за малейшую провинку в пух разносит. Раз зашел Прохор Иванович на ферму. Походил, посмотрел, пощупал коров. Потом и говорит доярке Настеньке, «Дарю тебе, красавица, пять этих коров. Корми всю зиму, сколько получишь молока, все твое. Согласна?» Настя сперва опешила. А потом ответила, «И даром не возьму. Сколь их не напарывай кормами. Молока не дадут. Они свой век отжили». Тогда Иванович велел пять старых большущих коров забить. Зоотехник шум поднял. Председатель, дескать, разоряет ферму. В район пожаловался. Вызвали, значит, Ивановича в райисполком. Что там было, не довелось узнать. Даже кузнечиха и то не допыталась. Но домой председатель вернулся веселый. В тот же день комиссия нагрянула. «Стало на первой ферме коров считать и ничего не может понять. Было 150 коров, а стало 151. Что за окази опять коров свалили на мясо, а ферма как была плановой, так и осталась». Наконец прояснилось. Мясо-то председатель продал, а на выручку купил шесть молодых коров. И молока стало больше. Или вот еще. Дарья, жена зоотехника, слушок пустила. «Выживает председатель из колхоза моего Гришку». И что вы думаете? Когда стали обсуждать, кого из животноводов наградить к октябрьскому празднику, Иваныч сам предложил зоотехника. Гордости видно нет. Зоотехник жалуется, а он его к награде представляет. Да, странный характер. Может, в другой колхоз его перевести? Испытующе спросил Иванов. «Что ты?» Стрепенулась колхозница. «Да кто его отпустит? Артель без вожака, что топор без держака?» «В случае чего всем селом пойдем отстаивать». Иванов пристально смотрел на усыпанное паутинками морщин лицо Варвары Семеновны, внимательно вслушивался в ее слова. «Почему такое противоречивое мнение о председателе? Странный характер, сплошная загадка. И тут же всем селом пойдем отстаивать?» Подумал, может, Зубов чем-то обидел Ботовых? Стал больше расспрашивать собеседницу о ее жизни и быстро убедился, что оказался прав. «Живут старики Ботовы в достатке. Все есть. Да только не в моготу такая жизнь», задумчиво проговорила Варвара Семеновна. Несколько раз просила председателя «Устрой на птицеферму». А он одно заладил. «Потрудилась на своем веку, пора и отдохнуть». Однажды не выдержала, пошла на ферму. Я ведь лучшей птичницей была, в Москву ездила на выставку. У меня в сундуке и сейчас грамоты хранятся. Вот пришла на ферму, и до того обидно стало, ну хоть плать. Птичник построили, новый, электричество провели, а цыплята щуплые, еле ходят. В сердцах отругала глажку птичницу нашу, а потом ее жалко стало. Девчонка впервые на ферме, не знает, что к чему. Вот и думаю, почему бы председателю не поговорить со мной? Я бы молодых птичниц учить стала. Опыт у меня есть. Да, видать, не нужен он теперь никому. Да, не нужны нашему Иванычу старики, вроде меня. Может, кого еще обижает председатель? Ботова долго молчала, поправляя шаль. Иванов терпеливо ждал ответа, искоса поглядывая в окошко кабины. Опять недалеко ходить. Наумыча моего тоже шибко обидел. Он мастер на все руки. А что получилось? Был такой случай. Заболел наш плотник, мой вызвался помочь. Ну, работал как-то в столярке до обеда, притомился что-то. Прилег на верстак, стружки под голову, да и заснул. А во сне он храпит страшно, а я-то знаю. Как на грех председатель в столярку зашел. Посмотрел на моего, посмотрел, но не разбудил. Через час, что ли, опять зашел. А Наумыча моего будто прорвало, рычит на всю Ивановскую. Тут-то разбудил его председатель. Старик мой прытко соскочил с верстака, смахнул стружки и глазом, не моргнув, ляпнул. Задремал минуточку. Ну, председатель ему и сказал, иди, старик, домой. Без тебя обойдемся. Пришел Наумыч чернее тучи, шумел крепко. Я, говорит, в рог могу согнуть самого председателя. Всю ночь не спал, а на другой день до того напился, еле отходили. Сроду так не бывало. Тоска на него напала. От нечего делать, дома раз пять печку перекладывал. Печник-то он отменный, по всей округе славился. Да что там печи? Все умеет. Впереди показалась узкая полоска света. Приближался небольшой город, центр крупного сельскохозяйственного района. Вскоре машина проскочила железнодорожный переезд, свернула возле элеватора и поехала вдоль улицы. Варвара Семеновна взяла узелок, сунула под мышку батажок и попросила остановить машину. Обращаясь к Иванову от души, сказала «Спасибо, сынок, будешь в Казанцеве, заходи». А приятелю скажи «Пусть припарки делает, простужен он». «Припарка будет, что надо!» Задорно крикнул Иванов на ходу машины. Варвара Семеновна несколько дней гостила у внучки. В Казанцево вернулась к вечеру, накануне октябрьского праздника. Старика дома не оказалось. Не успела раздеться, хлопнула дверь и на пороге показалась кузнечиха, рассыльное правление колхоза. «Ступай скорее в правление! Председатель в третий раз за тобой посылает!» Варвара Семеновна нерешительно открыла дверь кабинета председателя колхоза. В просторной комнате сидели по-праздничному одетые пожилые колхозники. На диване важно сидел и ее Наумыч. При появлении Варвары Семеновны председатель стал «Здравствуй, здравствуй, Варвара Семеновна!» Протягивая руку, сказала он и тут же добавил «Здорово вы тогда на машине «простуженного» разделали. Приятель мой Иванов, будь неладный, приказал помалкивать. «Я вам подкашливал!» Да, видать, не узнали. В райкоме после этого такую припарку дали и за птицу, и за вас, и за чинателей колхозного движения. Критиковали правильно. Вот и решили старейших колхозников собрать. Будем обсуждать важнейшие вопросы колхозной жизни. Варвара Семеновна смотрела то на председателя, то на мужа. Но вот она ласково, по-матерински, положила свою маленькую узловатую руку на плечо председателя и тихо сказала «Не сердись, Прохор Иванович!» «Не позлобенно говорила!» «Характер все же у тебя не в раз поймешь, как говорит мой Наумыч, сплошная за...» «Не туда гнешь, Варвара!» Строго прервал ее смущенный старик. «Характер у Прохора Ивановича вполне понятный хозяйство вести, не бородой трясти!» 1963 год. Советская проза. Это был рассказ из книги «Живет на селе человек». Сборник рассказов. Челябинское книжное издательство. Автор Анатолий Николаевич Порохняков. И ссылка на источник. На этом все. Всего хорошего. Читайте книги. С ними интереснее жить. Юрий Шатохин. Канал Вепросказ. Новосибирск. Все ссылки, как обычно, я дам в описании под этим видео и в комментариях. До свидания.